Мама говорит, я болезненная была, я тем более в Россию приехала или с эвакуацией, чуть не умерла вообще. А где вы в эвакуации были? А мы всю войну в Германии были. В смысле вас загнали туда? Нас сразу загнали. Ну пойдемте я расскажу. Два часа быстренько преклочу, на пол диваня. Два часа быстренько преклочу. Потом нас хозяйка купила. Нас хозяйка купила уже последний. Нам уже сказали, что если нас не купят, то нас повезут в газовые камеры. И мама умоляла, она подошла когда к нам, мама ее умоляла, что будем работать все. И Валя будет работать, и Вася будет работать, и я буду работать. Вот только одна будет и ребенка у нас. Ну она это посмотрела, посмотрела, взяла, а хозяйка-то тоже бедная была. Она, у нее имение было. О каком-то городе было? Вы знаете, вот города очень знакомые, вот Данцы, теперь еще вот другой раз говорят, так это по радио я слышу, называют города. Вот, у меня даже фотокарточка есть. Здесь есть? Здесь есть, я в шляпе сижу, кофточка наденна. А давайте мы перефотографируем ее, пускай у нас тоже будет. Вы знаете, ее надо искать, у меня это целая коробка там, это самое, надо искать. Я найду, я покажу. Хорошо. Вот, и это самое, и печать там немецкая стоит сзади. Как я попала в этот, это уже мне лет 7, наверное, было. И мы, мы так у этой хозяйки и прожили всю войну. Она довольна Вами была? Ну, она мамой довольна была, и мама и дралась с ней, и... Дралась? Дралась даже, и за меня дралась. Она пришла, меня с кровати сбросила. Иди в коробку пойти. А у меня нечего на ноги было быть. Мама на нее набросилась, швабры в нее ударила. А мама, она... Она и готовила. У хозяйки было хозяйство. У нее коровы были, лошади были. Весь инвентарь сельскохозяйственный она на куторе жила. Вот, у нее своя мельница была, она молола зерно. Но хлебами пекли в доме у нее. Масло она делала тоже сама, свое масло. Маслобойка у нее какая-то ручная была. Она такая... Но у нее получилось как? У нее два сына было. В армии? Один сын нет. Один сын был, может быть, постарше моего брата. Вот такой маленький. А старший Хейнс, он уже где-то учился. Выше, выше. У него уже не дома был. Но очень жестокий Хейнс был. Дети были очень жестокие. Как он жестокий? Вот как это к вам проявлялось? Ну, он очень строгий. Когда хозяйка... Когда он приезжал, даже Вася с детьми не играли. Вот. Дети... Я не знаю, как его звали, но его звали Дити. Вот. Младшего сына. Вот. Может быть, это детское имя его было. Вот. А так Дити все время с Васей играл. Они и курили вместе, и это самое... Оздоровали вместе. И здесь Москву слушали. Чего? Москву слушали. На радио? Да. Вот. Хозяйка, бывало, уедет. А дети скажут, Васька, водка. Не Васька, а водка. Пошли. Ну, мы все на немецком языке очень хорошо говорили. Вот. И это самое... И вот он включал приемник на батареях. Вот. И ловили Москву. А мама работала. Она и обеды готовила. И все убирала у хозяйки, как прислуга была. И хозяйки готовила. Вот. И еще ходила коров доить. У нее коров много было. Доили вручную всех. Ну, понятно. Вот. И это самое. Ну, естественно, мама раз убиралась у нее, приемник стоял, но мама не знала, как им пользоваться. А дети показал. Вот. А потом Вася показал, как пользоваться. И вот она ставила на шухаре людей своих, чтобы караулили. Мама идет в Москву слушать. Вот здесь мы ожили. И мама ожила. И у нас надежда, а когда Сталинградская битва была, это у нас праздник был у всех. Хозяева плакали. Хозяйка плакала. А у нее мужа не было, потому что он тоже повесился. Он Гитлера стал ругать пивной. Там пивные такие были. Муж хозяйки ругал Гитлера. Гитлера ругал. Зачем мы затеяли войну и все такое. Это еще до нас. Еще нас там не было. Вот. Ему подошел один и сказал, что говорит, жди завтра. Он вечером пришел повесить. Вот. И это самое. У хозяйки были французов много. Много. Стол большой был в веранде. Длинный такой стол был. Французов много было. И бельгийцы были. И был один поляр. Которого постоянно вылавливали и били. Они кто были? Они работники были? Работники. Работали все. А я ходила. Вася возил молоко на молокозавод. Вот. Вот. А я думала летом. Я даже последнее лето, вот перед концом, это в 44-м году, мы были на уборте тена, я даже на лошади работала. на тоннских граблях. Это же, я представляю, я видел на рисунках, что вот такая штуковина крутится рядышком. Нет. Вот такие большие колеса, вот такие, вот, середины сидения, одно, вот, и там педаль. Так для того, чтобы мне, я сидения не достаю, педаль, я стояла, там ноги вот так поставлены, стояла, и мне давали самую спокойную лошадь, вот, и я ездила, а сзади грабли, вот они полукругом металлические кольца, как вот я сейчас понимаю, они не полностью кольца, а как бы наполовину. Я их помню каким-то образом. На это, на педаль нажимаешь, они падают, вот они гребут, гребут, гребут. На гребле? На гребле. Я нажимаю на педаль, они вот так поднимаются, вот. А колеса вот эти, большие, они вот такой, наверное, высоты, они металлические, тяжелые, вот. И я все боялась, меня привязывали даже к этому, к сиденью, чтобы я не упала. Вот. Коров пасла, вот. Заставляла коров пасти. А коров, мама говорит, как она пойдет босиком коров пасти, когда уже скошена трава колючая, говорит, а она босиком ходит. Вот она пришла, меня сбросила с кровати, мама ее шваброй ударила, она маму шваброй ударила. Она взяла, полицая вызвала. Полицай приехал, завел маму, ну, плеткой стяганул несколько раз. Он спросил, почему, говорит, что у вас получилось. Мама рассказала. А потом хозяйка обувь мне купила, все равно я пасти ходила по корову. Я очень боялась коров. Бык был очень злой. У него вот такой щит был на морде, одетый. Вот. А на корогам вот такой кол большой, привязанный. Чтобы не бодался. Чтобы не бодался, и видно, чтобы ему не видно было. Я этого быка до смерти боялась. Вот. Не представляю. Вот так. А потом под конец, когда после этого, да, еще в поле этот, кофе носила, хлеб с патакой. В смысле, рабочим? Рабочим. Вот этим бельгийцам я носила. Они меня любили, я одна маленькая была. Это же сколько вам уже было к концу? Вам было десяток, да? Нет, десяти не было у вас. Нет. Восемь-девять. Восемь-девять. Наверное, лет восемь было. Она хотела меня в школу отдать. Я в школу ходила. это... Немка? Да. Хозяйка Эмма. Ее звали. И что, не пошли? А? Не пошли? Мама не пустила. Почему? Что нечего немцам? Она все время говорила. Галя, если что случится, ты русская, ты русская, и у тебя город Ленинград, запомни. Ага. Вот это было у мамы всегда, она мне говорила, что ты русская, и жила ты в городе Ленинграде. Ну, там ведь бы и арифметики научили, и географии, и там, и все. Ну, вот это самое... Ведь она, похоже, не только эксплуатировать, да? То есть, все обучать хотела. Мы же, эти, бельгийцы, французы, они почему-то получали посылки. И у Франции посылала посылки. Шоколады я ела. Вот меня эти клетки вот такие, как сейчас помню, вот такие клетки картофельные мама делала, я их не могла есть. Меня тошнило от этих клеток картофельных. Вот. А эти все рабочие знали, что я их не могу есть. Так они мне приносили еду с этих посылок. И шоколад там приносили. Я сейчас не помню, но хорошо помню, что они мне всегда что-то вкусное приносили. Вот. И как мама принесла эти клетки, а у нас вот так веранда была большая, и в этой веранды длинный стол стоял. Но я не знаю, сколько, может быть, вот от столба, может быть, вот такая веранда была большая, стол большущий стоял, и за этим столом все кушали. А стенка здесь стеклянная, а вот это стенка дома. Там как бы на втором этаже было окно, завешено сеткой, вот. И это была ванна, вот, хозяйкина. Она туда ходила, и все слышала. Общались все на немецком языке, она не разрешала, и нам не разрешала на русском говорить. Вот. Вот. Вы собрались в своей семье, пожалуйста, говорите на русском, а на улице или где-то, чтобы все говорили на немецком языке. Вот. Мы все прекрасно говорили на немецком языке. И я уже до чего договорила, что это... Я уже русский забывала. Ну, понятно, маленький ребенок. Брат у меня жил в коровнике. Ему не разрешали с нами, с женщинами, спать. Кровати у нас двухэтажные были. Пирины. Мы на пиринах спали у хозяйки. А потом, когда наступление стало, хозяйка уехала. Но она, по-моему, повернула. Помешалась. Да. У нее уже было. И хозяйство оставило все больше? Все. Коров угнали, лошадей угнали. Немцы? Немцы угоняли. Куда они угоняли, я не знаю. Оставили нам одну лошадь, поросенка и корову. Нам оставили. маму, как за это, за сторожа оставили в доме. Я сегодня до зари встану, по-широкому пройдусь в полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню.